Конечно, не хотелось бы, чтобы вы уезжали за пределы нашей страны, хотя я вижу, главный врач мне в этом говорит, что это не проблема для нашей Орши и подобных городов. Ну и слава богу. А там, где есть проблемы, вот с министром договорились, в будущем году примем соответствующее решение. Как бы не популярно это ни звучало, никого не будем держать. Отработал нужное, заплатил за учебу. Езжай. Спасибо вам за то внимание, которое вы уделяете больным людям. Ну, потихоньку я уже убедился в Орши сегодня. Мы уже начали не сползать, а начали уменьшаться у нас. Это зараза. И причина, поддерживаю мнение главного врача нашего, который говорит, ну сколько, ну под 50% уже первым компонентом вы привились в Орши. Все зависит от человека, от образа жизни этого человека. Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, я готов на них ответить. Мы хотим тоже выразить вам благодарность от жителей нашего города, от медицинских работников за ваше пристальное внимание, за поддержку нашего региона. Не потому, что я здесь родился, имеете в виду. Конечно. Просто Орши – это 150 тысяч вместе с районом. Это крупный регион. Даже в этой больнице я один раз бывал, до президентства своего. Того здания не было. Потом начали строить. Не было за что строить. Бросили эту больницу недостроенную. Ну, вы все время меня шевелили. Но вы должны понимать, что мы собрались у всей страны. Собрали деньги. Она не в плане даже у нас была. Ну, а потом вот взялись и достроили, оснастили. Поэтому это благодаря тому, что диктатура в стране, так и в других местах. Ну, слова нашей благодарности и заключались в том, что мы хотели вас поблагодарить за этот новый корпус, который при вашем непосредственном участии получил свою жизнь, оснащен современным оборудованием. Но, пользуясь случаем, мы хотим попросить вас оказать вам содействие нам, нашему учреждению в покупке аппарата МРТ. Спасибо большое. Содействие окажем. Спасибо. Да, нет, я вам хочу сказать, что мы же МРТ закупаем. Это большие деньги. В Минске уже достаточно. Сейчас в областные больницы, в областных центрах. У нас в эти 11 крупных городов. Крути не верти, а все равно их придется оснащать. Если будут специалисты, то за этим дело не станет. Будут. Ну, хорошо. Пожалуйста, еще, может, у вас какие-то проблемы и вопросы. Ну, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый Александр Георгиевич. Меня зовут Максим Чекан. Я присоединяюсь к словам благодарности за содействие в развитии нашего города, так как достаточно много сделано по части благоустройства. Ну, по сей день остается... Ты сам будешь зорше или приедем? Я сам из зорше. А, ну, ты знаешь. Да. Ну, по сей день остается не до конца решенная одна проблема касательно дороги под железнодорожными путями, ведущей на железнодорожный вокзал в районе Восточный. И особенно это ощущается в часы пики. Под железнодорожными путями? Поворот на инструментальный, железная дорога, зауженный проезд. Ну, я думаю, мы решим эту проблему. Это уже не такая большая проблема. Так город растет и нагрузка на дорогу возрастает. Посмотрим, если там горлышко это получилось. Посмотрим, как там. Все, спасибо. Я вот сегодня ехал по дороге в Оршу, по которой с детства и пешком ходил и ездил. Вот ее привели в порядок. Это потому, что мы хотим, взяли программу на себя, потому что центральные эти, республиканского значения, потом у нас международные трассы, они уже более-менее в хорошем состоянии. Но финансируя их, мы отстали с местными дорогами. И вот эта дорога, вот такие дороги должны быть местные. Чтобы все агрогородки были связаны с районными центрами, а районные центры с областными. Вот такими дорогами. Если хотите посмотреть, вот мимо Бараньи, Липки туда, через Липки попробуйте проехать, это уже и уклоны соблюдены, серповидный профиль, то, что я всегда требую. У нас такая программа, мы хотим ее завершить. Добрый день, уважаем Александр Григорьевич, меня зовут Анастасия. Вот у вас насыщен каждый день, и даже сегодня вы нашли силы и энергию приехать к нам в субботу. А что в субботу? И посетить. Это у вас выходной, а у меня нет. Посетить нас и нашу красную зону, с нами, пообщаться с пациентами. Скажите, пожалуйста, откуда вы черпаете в себе силы и энергию? Спасибо. Вот вы проснулись сегодня, чем занимались? Ну, в душ сходила, кофе попила. Кофе попила. Сюда приехал. А я вообще, вот без 15-6, я по привычке рано вставил деревенский мужик. 6 часов взял топор, пошел рубить дрова. Мы обеспечиваем деревенскую баню дровами. Я уже час 15 отработал. Отработал. Побрылся, умылся, все, поехал к вам. Вечером еще час, и будет 2 с половиной. И попросил, чтобы истопили баню такую. Минут 30 надо посидеть в горячей бане, сухой. Обычный образ жизни. Ну, не переживать по пустякам. И особенно вот с этой болезнью. Потому что как только ты начинаешь дрожать, умножай на 10, это ты уже заболел. И никогда не выздоровеешь, если излишне будешь переживать. Живите долго. Не болейте. Еще раз спасибо за молодежь. Ну, думаю, что мы решим одну и вторую проблему в городе. Может, не сразу, но решим. Постараемся. Ну, я понимаю, то и другое очень важно. Если получится, ну, за будущий год что-то придумаем. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.